МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Некоммерческие организации, наиболее активные из всех регионов России. Работа еще по формированию союза была начата в 2010 году, когда мы поездили по стране, особенно по регионам севера, дальнего востока, пообщались с некоммерческими организациями, поняли, что проблемы схожие, это низкое финансирование, это большие административные пороги в решении каких-то социальных проблем. Вот. И объединили, начали проводить съезды некоммерческих организаций России. А в 2016 году все эти некоммерческие организации объединились в один большой союз некоммерческих организаций. А расскажите, почему государство дает гранты некоммерческим организациям? Ну, вообще, давайте, наверное, сначала разберемся с тем, что такое некоммерческая организация. Нашим зрителям, наверное, это будет интересно. Есть коммерческая в нашей стране организация, есть некоммерческая. К некоммерческим еще и государственные организации, там различные бюджетные учреждения и так далее причисляются. Но мы говорим о негосударственных некоммерческих организациях. Так вот, у коммерческой организации основная уставная задача, основная уставная цель — это извлечение прибыли. Она ведет какую-то деятельность, продает товары, оказывает услуги и изрекает прибыль. Эту прибыль могут распределить участники между собой. У некоммерческой же организации все то же самое, за исключением единственного — прибыли никакой там нет. То есть распределению прибыль не подлежит среди учредителей. Эта прибыль может быть реинвестирована в социально полезную деятельность, которая определена уставом некоммерческой организации. То есть если коммерческая организация зарабатывает деньги для учредителей, то некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую деятельность, деятельность, приносящую доход, но только для того, чтобы нести свою полезную миссию, чтобы помогать и обществу, социальным категориям граждан, и так далее, и так далее. Если вы посмотрите на название этих некоммерческих организаций, вообще любых, которых вы знаете, слышали когда-либо, вы увидите в этом названии некие проблески главной миссии этой организации. И это то, на что организация направляет все полученные деньги в виде субсидий, грантов, в виде деятельности, которая по социальному предпринимательству принесла доход организации, в виде пожертвований. Вот все эти деньги направляются на уставную задачу, на уставную деятельность организации. Так вот про гранты. Гранты — это только лишь один источник финансирования некоммерческих организаций. В развитых странах, таких как Штаты, Евросоюз, там некоторые страны, доля участия некоммерческих организаций в ВВП страны, в общем обороте всех денег и имущества, и так далее, составляет более 10%. Это там, где уже социалка развита, где людям в принципе хорошо, где за ними ухаживают, стариков не бросают, детей и так далее, и так далее. Больным помогают, где бездомным помогают, и так далее, и так далее. Где построена социальная, вот это вот четко выстроена социальная задача государства. Там уровень доли вообще всех оборачивающихся денег в некоммерческом секторе более 10%. У нас в России пока это чуть больше 1%. Поэтому задача Союза — это как раз-таки до 2024 года довести долю всего бюджета совокупного некоммерческих организаций до 10% ВВП. Это по-нашему отразится кардинально на социальной ситуации в регионах, на местах, в селах, в деревнях и так далее, и так далее. Вот поэтому вот такая вот стратегическая задача. Итак, к вопросу вашему. Зачем некоммерческим организациям гранты? Вот смотрите, если у бизнеса, опять же таки, бизнес тоже получает гранты, и это нормально. Гранты — это способ некий поддержать некоммерческие организации, да и любую государственно важную приоритетную задачу государством. То есть государство выделяет, определяет направление, допустим, в вашем регионе актуально направление социальной защиты граждан, допустим, пожилых. И вот государство определяет вот этот приоритет, объявляет конкурсный отбор проектов. Некоммерческие организации, там, различные формы начинают подавать свои проекты и предложения, как вот эту вот социальную проблему можно решить. Но дело в том, что тут можно возразить, конечно, наш зритель может сказать, что, слушайте, государство и так решает эту проблему. У нас есть дома престарелых, у нас есть там различные меры поддержки пенсионеров, ветеранов и так далее, и так далее. Да, есть, но смотрите, социальные проблемы, они вообще у нас в стране, да и везде в мире, они имеют фрактальную природу. Их можно до бесконечности детализировать, и какие-то новые проблемы появляются, новые ответвления, проблемы и так далее, и так далее. Следовательно, есть бесконечное количество социальных проблем, с которыми, допустим, какие-то зрители не сталкивались и никогда не столкнутся, а какие-то сталкивались там, да. И вот получается, что некоммерческие организации, они выявляют социальную проблему. Им дешевле всего это сделать, потому что государству, чтобы чего-то поменять в своей структуре, там, в огромной сети социальных центров, либо там домов престарелых, это нужно огромный бюджет на это направить. Нужно переписать у всех госзадания, необходимо перекроить бюджет. На совете депутатов там пересогласовать его и так далее, и так далее. Минфин должен выкроить какие-то там, сделать свои предложения дополнительные, откуда забрать, чтобы здесь прибавить. И вот тестирование любой социальной идеи, оно для государства, в рамках своего государственного аппарата большого, неповоротливого, оно очень дорого стоит. И поэтому государство говорит, что я готова протестировать социальную идею, вот дав некоммерческой организации небольшой грантик. И посмотреть, как оно, пойдет или не пойдет эта идея, будет ли решаться проблема социальная или нет, тем методом, который предлагает некоммерческая организация. И если будет, то тогда второй этап, хорошо, государство готово внедрять уже в, поэтапно внедрять, тиражировать сначала, а потом и внедрять в деятельность своих государственных учреждений. Может быть, это госзаказ будет, допустим, на какие-то формализованные виды социальных услуг. Может быть, это будет какая-то коллаборация бизнеса и некоммерческой организации, где госбюджет в принципе ни при чем будет, но тем не менее социальная польза будет оказываться. Вот, поэтому гранты, они выдаются некоммерческим организациям, чтобы протестировать ту или иную социальную идею в том, в заданном грантодателем направлении. Вот как бы так. А много сейчас в России некоммерческих организаций зарегистрировано? Много, но немного из них реально работает. Да. Зарегистрировано некоммерческих организаций чуть больше полумиллиона. Активно работают те, с которыми мы соприкасаемся, около 140 тысяч некоммерческих организаций. Примерно статистика вот такая. Притом социально ориентированных из них еще меньше, вот именно которые активно работают. Опять же таки, некоммерческая организация, вот что такое некоммерческая организация для простого жителя? Их существует несколько видов. Допустим, ну вы хотите поставить лавочку в подъезде, и в принципе подумали так, что вы готовы даже скинуться на эту лавочку в подъезде, ее купить на вот эти вот деньги, на которые скинулись все жители, и поставить. Вот смотрите, можно, конечно, просто собрать денежки и поставить лавочку, но если вы создадите некоммерческую организацию, а она очень просто создается, и проведете это через нее, оформите в виде проекта, то вы можете еще государственные деньги получить на еще 10 лавочек таких же. Надо уметь писать красиво проекты. Да. Нужно, ну не то, что красиво уметь писать, нужно, на самом деле, самое первое, это надо реально уметь делать, что заявляешь, да? Это вот проблема у нас в России, в принципе, такая очень часто встречается, когда люди чего-то заявляют, а делать не умеют. Вот это про уже человеческое качество по большей степени. Но если лавочки мы умеем ставить, и люди готовы, в принципе, они понимают, что это надо, реально надо поставить эту лавочку в этом подъезде, либо покрасить стены забора в школе, там, и так далее, и так далее, то, на что не выделяется напрямую бюджетные деньги, то, соответственно, вы можете оформиться в некоммерческую организацию. От некоммерческой организации вы можете подать грант, подать грант, ваша администрация проводит там 3-4 конкурса грантов для некоммерческих организаций в год, еще муниципалитеты проводят кучу разных грантов, еще проводят корпорации, которые у вас же наверняка присутствуют, крупные корпорации. Так вот, у них у всех есть гранты на социальное развитие, точек своего присутствия, и вкладываются большие деньги. Мы можем понять мотив, почему это делается, естественно, потому что той или иной большой корпорации, либо градообразующему предприятию проще профинансировать социальную обстановку в городе своем, нежели в 5 раз больше платить зарплаты за то, чтобы человек приехал из другого региона сюда, переехал, всю семью перевез, и так далее, и так далее. Понимаете, да? Есть большая разница. Поэтому корпорации вкладывают 100, 200, 300 миллионов в то, чтобы социальная защита населения работала в этом городе правильно, чтобы там старики ни в чем не нуждались, чтобы молодежь воспитывалась правильно, чтобы патриотизм развивался, и так далее, и так далее. Есть целые... вот они прям прописывают конкретное направление. Они вот посидели, подумали, что реально влияет на их экономику, на самочувствие того самого человека, который у них работает, за эти деньги, которые сейчас ему платятся. И поняли, что если будет плохая социалка, будет плохой климат, мусорки везде будут валяться, и дети будут в подъездах курить, то значит, человек не готов будет остаться даже за большие деньги в городе. Поэтому и создаются некоммерческие организации, которые занимаются территориальным развитием. У себя на районе делают конкретные полезные дела, в селе, в городе. Вот. Плюс еще есть такой законопроект, ну, в принципе, он уже обкатан на ряде регионов, это инициативное бюджетирование, когда граждане объединяются для чего-то... для того, чтобы какое-то совершить действие, какой-то проект реализовать, который отразится, допустим, на благоустройстве района, либо там города. Вот. И собирая определенное количество денег между собой и заявляя об этом бюджету, бюджет еще 80% сверху докидывает на этот проект. То есть, по факту, вот посмотрите на это, ну, может быть, я немножко сложно скажу, но посмотрите на это интересами, глазами государства. Ведь можно... для нас это как бы... Я сам в не таком далеком прошлом житель деревни, там родился, жил, и я понимаю прекрасно цену денег, да. И для нас, вот, для простых людей, можно, конечно, сказать, какие-то 100, 200, 300 миллионов — это огромные деньги. Ну да, оно так и есть, они и огромные деньги. Но что значит для государства эти 100, 200, 300, до бесконечности миллионов, выделенных на развитие внутри территории? Для государства это повышение потребительской способности собственных денег. Ведь если люди не будут никак тратить деньги, ниоткуда не получать, и никак тратить, то спрос на рубль внутри нашей страны упадет. Поэтому, вкладывая в социалку, государство тем самым, оно не тратит деньги, а их, наоборот, зарабатывает для себя. Но только если там будет исключена коррупция, будет прозрачность и так далее, и так далее. Да, понятно, если все-таки там из 90, из 100% денег выделенных 90 уходит непонятно куда, то, конечно, это не так эффективно отражается на экономике. Поэтому государству и крупным корпорациям, в том числе, выгодно тратить на социальное развитие территорий. Это их прямая выгода. Это как, когда они платят на это, расходуют деньги, то у государства они не тратятся, а наоборот появляются. У них появляется социальная активность граждан, у них появляется экономическая активность, потребительская активность и так далее, и так далее. Ну, ответил, наверное, широко на вопрос. Понятно, у людей есть идеи, но они порой не знают, как их преподнести. Где научиться написанию гранта, можно, проекта? Ну, смотрите, научиться написанию гранта, конечно, вам нужно сначала... Вообще, вот если мы говорим про... Вот у меня, допустим, была ситуация, я когда поступил в институт, там я переехал из деревни в Москву, значит, там у меня был проект один, я боксом занимался, а сам в физико-техническом институте учился. И, значит, одно изобретение такое было у меня, это автоматизированная система судейства в боксе. Я не знал, как писать гранты. Я вообще от этого далек-то был, по большому счету. Ну, так, немножко в чем-то соображал, но был очень далек. Как я подошел к вопросу тогда вот, да? Ну, мне когда исполнилось 18, я смог тогда подать на грант, да? И я просто написал, расписал детально, что я буду делать. Пошагово, для меня, для самого должно быть понятно. Вот как понять, правильно ли вы расписали свою социальную идею? Да просто сами ее почитайте. Если у вас вопросов не возникает, как вы будете это делать, и на что вы будете это делать, и почему именно вот то, что вы будете делать, приведет к тому результату, который вы там написали. Вот если у вас сквозной нитью будет присутствовать какая-то вот такая комплексность, да, то значит, вы проект неплохо написали. Ну, понятно, грамматические ошибки там, может быть, обратитесь к кому-то, кто-то вычитает. Но, по сути, это написать, написать проект, поначалу его тизер, краткое описание, это не так сложно. Это просто нужно взять, вот подумать, чем бы вы хотели заниматься. Понятно, каждый из вас занят чем-то, каждый из вас на работе, возможно, работает. Может быть, вы студент, может быть, вы школьник, но, тем не менее, у каждого, это наша человеческая суть, каждый из нас хочет мир сделать чуточку лучше, чем-то, да, какой-то, какой-то идеей. И опять же таки, и опять же таки, с одной стороны, разница есть условная между некоммерческими организациями и бизнесом, но она очень условная, граница очень размытая. Я объясню вот в моем понимании, что такое хороший бизнес, социально полезный бизнес и что такое плохой, от которого, на который мы там периодически зримся с вами, когда у нас денег не хватает и так далее. Хороший бизнес — это когда бизнесмен зарабатывает деньги, и от того, что он зарабатывает деньги, людям становится лучше. А плохой — это когда людям становится хуже от того, что он зарабатывает деньги. Это мошенники, от того, что они зарабатывают деньги, людям хуже становится. Это всякие, там, те, кто содействует коррупции, и так далее, и так далее, и так далее. Сисок можно перечислять. Те, кто обманывает людей, вот это те, кто из-за того, что они богаче становятся, людям становится хуже. А кто те, которые от того, что у них становится в системе денег больше, становятся лучше? Самая крайность, вот одна крайность — это мошенники, да, это те, кто от деятельности, которые становятся хуже, да, а другая крайность, когда от деятельности, от их деятельности, от того, что у них присутствуют деньги в системе и вот в совокупности, становятся лучше, другая крайность — это некоммерческая организация. А посередине — это бизнес различный, там, в различной степени социальной пользы. И получается так, что некоммерческая организация — это тот же бизнес, но когда от вашего того, что вы делаете, становится лучше людям, становится как бы в первую очередь лучше людям, а во вторую очередь вы уже покрываете свои какие-то расходы. По сути, это желание чего-то делать полезное, это желание заложено нашей эволюцией, нашей социальной миссией каждого человека, каждого без исключения, каждый хочет что-то делать полезное. Даже если человек ведёт себя аморально в каких-то отдельных случаях, всё равно у него в душе это есть. Это пятая ступень пирамиды Маслоу, а четвёртая — заработать денег. А после этого принести пользу людям. Так вот, если у вас есть какой-то проект, который… Да не проект, вот что-то вы хотите сделать. Подумайте глубоко в душе там, что именно. И попробуйте оттолкнуться от этого что-то, зафиксируйте вот это вот чувство, которое вы почувствовали в этот самый момент. Что вы чувствуете, когда вы этим занимаетесь? Чувствуете ли вы себя как-то особо полезным обществу? А может быть, вы чувствуете себя счастливым? Может быть, то, чем вы сейчас занимаетесь, от этого вы несчастны, а то, чем вы будете заниматься, вот тем, чем вы хотите заниматься, от этого вы счастливым становитесь? Попытайтесь прочувствовать вот эту вот эмоцию. А потом попробуйте понять, что конкретно вы делаете сейчас. Представьте ваш день, вот как он состоит, когда вы занимаетесь своим делом, которое приносит людям и вам пользу, всем пользу, да? И попробуйте разложить вот этот вот день. Попробуйте понять, что вы утром делаете, в обед, вечером, с какой вы эмоцией приходите домой, что вам говорят дети, что вам говорят родители. А потом возьмите и составьте план. Поймите, что вы делаете месяц и год, укрепните просто, да? И вы поймете, что есть какая-то этапность. Вот эту этапность просто пропишите. Просто табличкой или списком. Расставьте даты рядом с этой этапностью. А дальше вы поймете, вот то, что вы придумали, оно же ведь имеет пользу. Но показав этот план соседу вашему, может быть, он скажет, да ну, что ты чушь говоришь, Федя. Вот, понимаете, да? Вам необходимо его теперь преамбулу написать. Почему сосед Федя или там кто поймет, что вот то, что вы делаете, это полезно и ему в том числе, его детям, его свату, брату, внуку и так далее. И вот это вот как раз-таки задача расписать социальную значимость проекта. То, благодаря чему поймет и администрация, которая вас финансировать будет, и бизнес, который в вас вложит деньги, и люди, которые там хотят лавочку починить в вашем подъезде или там дверь починить. То есть понимаете, да? То, что вы понимаете, что это надо, это недостаточно. Надо объяснить, как будто вы объясняете трехлетнему ребенку. В этом как раз-таки и заключается талант написания грантовых заявок. А по сути своей это вот это. Как раз на семинаре вы, наверное, это будете рассказывать, да? Ну да. Нашим коммерческим организациям. Ну вот сегодня у нас будет такой семинар. Точнее, я не знаю, когда в эфир выйдет программа, поэтому я скажу, когда вот в понедельник вот этой вот недели, то есть последний день сентября, у нас будет такой вот семинар. Называется «Школа грантового менеджмента». Грантовый менеджмент, опять же таки, смотрите, я хочу объяснить одну маленькую вещь. Грант — это первая фаза развития социально полезного проекта. Это попробовать, деньги на попробовать. Есть и другие фазы, которые потом вас, возможно, приведут, я не знаю, в должность мэра вашего города, либо, может быть, губернатора вашего региона, или, может быть, еще куда круче, либо в Совет депутатов. Опять же таки, поймите правильно, мы привыкли относиться так, что это вот они, там, Совет депутатов, ЗАГС собрания региона, губернатор, а вот они мы на земле работаем, и это как бы совсем разное. Может быть, даже мы думаем, что вот губернаторы и ЗАГС собрания, это, может быть, даже инопланетяне какие-то, они совсем разные. Но по сути-то своей, я вам скажу, мы, и они, и мы, у нас общая задача, общая миссия. И по большому счету, вы только потом поймете, сейчас вы скажете, да ну, Анатолий какую-то пургу гонит, там, да, популизмом занимается. Нет, вы попробуете что-то полезное сделать, вот такое вот, не критикуй, от критики только вам будет хуже. Мне-то никак не будет, и губернаторам тоже никак. Поймите правильно. Если вы критически относитесь к тому, что я говорю, то хуже только вам. И всё. И получается такая ситуация, что вот если вы попробуете что-то сделать такое полезное, социально полезное обществу, и подойти к этому системному, а не просто что-то сделав там, да, а описать это, преподнести правильно, составьте группу в соцсетях, может быть, на эти темы, а может быть, напишите статью по результату, а может, придите вот сюда на телевидение и что-то, и договоритесь о том, что вы про какой-то свой проект расскажете. И вы увидите, отношение поменяется, потому что вот эта граница, она граница активности вашей, осознанной активности. Вообще, это граница осознанности в принципе. Человек чем отличается от других живых организмов у нас? Осознанностью. И вот это вот, это степень осознанности. Перешагивая на другую степень осознанности в своей работе, вообще, и в отношении к себе самому, вы становитесь ближе к той аудитории, которую, может быть, раньше вы говорили, что они совсем другие люди. Вот. А сложно получить президентский грант? Мы сейчас говорим, как региональный, да, грант получают. Вам другие требования или такие же? Ну, смотрите, президентский грант. Сначала объясним, я думаю, нашим зрителям, что такое президентский грант. Ежегодно, два-три раза в год, президент объявляет о конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Совокупный бюджет этого конкурса порядка 9 миллиардов рублей. Сумма для тех, кто живет на 10 тысяч или на 5 тысяч рублей в месяц, я понимаю, очень большая. Да? Но сумма в масштабах страны, она как бы такая условная очень, да? Она небольшая, она маленькая. Разделите 9 миллиардов на 145 миллионов и получите сколько на одного человека там примерно, да? Вот получается у нас, конечно, а возьмите весь бюджет нацпроектов, национальных проектов, которые президент утвердил, 13 национальных проектов. Там 25 с небольшим триллионов рублей. Это уже на больше, чем 3 тысячи порядков выше. Ну, не порядков, 3, больше, чем в, ну, где-то больше, чем, больше, чем в два раза выше точно. Около что-то 2,7, в 2,7 раз больше, да? Получается в 2,7 тысяч раз больше бюджета, да? Получается, что на самом деле цифра относительная. Что, на что президент дает грант? Президент дает грант на социальные проекты некоммерческих организаций. И все, это самый главный конкурс грантов, куда обращаются все некоммерческие организации, которые себя считают социально полезными, социально ориентированными. И вот ежегодно в определенные даты объявляется конкурс грантов. Так там, там есть такая обратная сторона процесса, это эксперты, которые там оценивают заявки. Они оценивают по конкретным правилам, конкретным позициям. Опять же таким, смотрите, не каждая эта система грантов, она трансформируется, она динамично трансформируется сейчас. У нас, если вспомните госзакупки в начале 2000-х, там тоже непонятно чего было. Условия непонятные, правила непонятные, вообще ничего не понятно, да? И государство заключало контракты, как угодно это делало. Но потом, с учетом нашей политики президента, порядок навелся там. Порядок наводится и в сфере грантов. И вот застрельщиком этого порядка это является фонд президентских грантов. Все-таки там на этот фонд равняются и регионы, и равняются и другие грантооператоры, и федеральные грантооператоры, другие, да? Вот он как бы образец прозрачности, по большому счету. Это тот конкурс грантов, куда заявляются все некоммерческие организации. Ну, не все, но как бы многие, кто реализует социальные проекты. Реально ли получить обычному, обычной некоммерческой организации только зарегистрировавшийся грант? Реально? Небольшой. До 500 тысяч рублей. Реально ли в регионе получить грант? Так в регионах-то в основном и получают их. Вопрос только в том, как правильно подойти к заявке. Вот посмотрите, посмотрите с другой стороны. Вот, допустим, вы директор фонда президентских грантов. Вот представьте, такое кресло, вы сидите в нем, такой важный, значит, и смотрите, что там вам подали огромные экипы заявок, 10 тысяч организаций. Что случится потом? После того, как вы раздадите гранты, допустим, вы раздавали бы просто всем, но плюс-минус вам что-то нравится там, название, и вы бы раздавали бы их. К чему вы бы пришли? Через полгодика вы бы увидели такую тенденцию, что некоммерческие организации, те, которые вы так на оценку посмотрели, не сильно оценили их сметы, их планы мероприятий, описание проекта, не посмотрели на описательную часть проекта. Просто подумали, ну, хорошая организация, дамка ей, да? К чему вы придете? По закону больших чисел есть некая статистическая модель. Вы придете к тому, что какие-то организации начнут тратить грант, как бы полезно тратить грант, но не могут отчитаться. Ну, просто что-то, что-то не так в бухгалтерии провели, и все. Через год вас, как фонд, проверят счетная палата и выявят кучу нарушений, да? Поэтому грантооператор, перед тем, как дать, вот эксперт, перед тем, как вообще распределить гранты, они посмотрят на то, как вы умеете работать, в принципе, как вы понимаете проект, понимаете ли вы его последовательность. Ведь в счетной палате что важно? Они возьмут целевой показатель социальной пользы. Мой социальный проект охватывает 10 тысяч человек и скажут, хорошо, 10 тысяч человек за 2 миллиона рублей. Хорошо, вот где эти 10 тысяч человек? А вы скажете, да вот я ж, я вот не получилось. Так не работает. Заставят деньги возвращать, а если не вернете, посадят в тюрьму. Потому что это уголовная ответственность, это растрата бюджетных денег. Вот. Поэтому, прежде всего, грантооператор, грантодатель, он смотрит на то, как вы умеете работать с деньгами, с этими. Потому что хуже станет вам в конечном итоге, не ему вообще-то, а вам. Ему опосредованно хуже станет. Единственное, что он с вами должен будет делать, это судиться, понимаете, да? Поэтому у вас обратная здесь ситуация. Вы должны посмотреть, грантооператор смотрит, насколько вы работать умеете с бюджетом, насколько у вас правильно выстроена цель проекта, насколько вы, ваш план мероприятия гарантирует достижение целевого показателя и насколько ваша смета проекта гарантирует выполнение этого плана мероприятия, который вы написали. Может, вы там написали смету про одно, а план мероприятий про другое, и, следовательно, вы его не выполните, какой бы вы хороший человек ни были. И потом, еще эксперт посмотрит, а точнее, он может быть в самом начале даже посмотрит, насколько вы четко цель поставили проекта, насколько там понятно, что этот проект, он важен именно сейчас. Там я понимаю, что психологической адаптацией людей, колонистов Марса, это очень важная задача, но она потом наступит, когда мы колонизируем его. На данный момент социальные задачи другие важны, и их нужно, и поэтому ваша задача еще описать социальную проблему. Вот, и есть разные технологии, как это делать. Все-таки там не до конца, есть рекомендации, вы можете посмотреть их, но там не до конца прописаны, допустим, некоторые такие вещи, некоторые фишки, они могут очень четко поставить, продиктовать эксперту правила, по которым он будет смотреть вас, ваш проект. Но опять же таки, это уже высший пилотаж, там вам уже реально нужно разбираться в этом. Но вы скажете, допустим, что ну, какая-то, какой-то, какой-то бред. Получается, мы вместо того, чтобы делать дела, должны заниматься писаниной. Ну, как бы и да, и нет. Понимаете? И да, и нет. Почему и да? Да потому что, ну, да, все-таки бывают люди талантливые в своей сфере, которые умеют, допустим, врач умеет лечить, но он не умеет писать, допустим, да? Вот то же самое может и в вашей сфере быть. Но у врача есть директор больницы, который умеет следить за финансовыми потоками. Почему это важно? Да потому что в конечном итоге, дав вам грант, вы сами, взяв его и не умея работать с бюджетом, рискуете попасть. Это опасная достаточно вещь. Поэтому вам нужно уметь работать с бюджетом. А как понять эксперту, умеете ли вы работать с бюджетом? Да очень просто, посмотрите вашу заявку. Спасибо большое, очень много полезной информации сегодня, я думаю, услышали наши телезрители, те, у кого есть идеи, те, кто занимается некоммерческой организацией. Будем рады видеть вас в студии, приезжайте снова к нам, к гостям. Напомню, это была программа Актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях был исполнительный директор Общенационального союза некоммерческих организаций Анатолий Ганин. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова